Потому что, конечно, какие-то отдельные вещи можно самостоятельно сделать по подсказке, а чтобы большой кусок проработать своих этих блоков, конечно, нужно для консультации или даже тренинг. Поэтому то, что вы выбрали, пожалуйста, переходите по ссылочкам «Оплачивайте». Консультация стоит 3 900 и тренинг стоит 2 500. Когда вы перейдете на страничку «Оплаты», то там много способов оплаты. И если у вас вдруг там не будет получаться, будут вопросы, даже сейчас напишите вопросы по оплате. Если что-то не получится оплата, то напишите нам на почту, скайп, как вам удобно, и мы вышли вам дополнительные реквизиты. Можете даже сразу написать в письме, каким способом вам лучше, если здесь вам не подошло или почему-то не сработало. Дайте, пожалуйста, еще наши контакты. Так, Татьяна, пожалуйста, еще контакты наши напишите. Куда можно писать? Вопросы какие-то есть? Напишите еще в чате, потому что мы будем уже встречать другого спикера, ведущего спикера. Так, хорошо. Замечательно. Тени готовы. Я сейчас представлю тени и бланк. Тени и бланк прошла путь от учителя иностранных языков до тренера по изменению трансформации сознания. Методики обучения включают использование тела как основного источника связи собственным я, познания мира и себя. Расклад энергоматрицы человека, поучинговые программы раскрытия предназначения. В работе активно используют энергетические световые техники на освобождении от гирь, в кавычках, конечно, от гирь прошлого. Раскрыть энергопотенциал человека и расшифровать информацию, заложенную в дате рождения. Цель – помочь тысячам людей раскрыть себя и свой внутренний потенциал, раскрыть сердца и выйти на новые вибрации, быть счастливыми, осознанными и процветающими. Ксения Бланк – тренер по изменению сознания и трансформации, специалист по коррекции кармы, автор программы «Наше тело. Ключ. Познание себя». Ведущий онлайн тренингов и тренер кундалини-йога. И я вижу, Ксения Бланк уже готова выступать. Я сейчас передаю микрофон. Приветствую Ксению восклицательными знаками. Давайте напишем «поприветствую». Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Всем присутствующим. Да. Сколько нас сегодня в комнате? Хорошо. 40 человек. Я очень рада. Я надеюсь, Виталий рассказал, кто и что, чтобы я не тратила время на презентацию самой себя, чтобы я вам больше сегодня дала. Мне хотелось бы для начала, как минимум, узнать, для чего вы пришли именно на мою программу. Почему вы решили не посвятить этот вечер просмотру какого-то интересного фильма? Или по какой причине вы решили отложить какие-то важные дела? Или разговор с подругой о томасе? Почему именно сегодня здесь, после того, как вы прочитали пригласительное письмо, почему вы решили сюда прийти? Это называется намерение. Сейчас, в данный момент, я вас пытаюсь сфокусировать на том, зачем вы здесь. То есть на той вашей единственной проблеме, которая у вас уже существует, скорее всего. Пожалуйста, напишите, чтобы я понимала ваше настроение, ваши энергии. Я работаю энергетически. Смогла на них настроиться. Огромное благодарность Валерию за презентацию. Сейчас подождем, что ребята напишут. Я вижу Украина, Россия. Интересный зеленый значок. Наталья, откуда это вы? Не знаю, такого флажка. Никогда не встречала. Очень много Ирин. Девочки, давайте договоримся так. Так как я буду сегодня отвечать на ваши конкретные вопросы и, возможно, запросы, вот там, где написано 2-3 Ирины. Оли, Оксаны. Вы как-то разделитесь. То есть перезайдите в комнату или фамилию напишите рядышком. Если такой интересный значок стоит, пожалуйста, вот как у Натальи зеленый, да, зеленый флажок. Пусть Наталья, если она, конечно, не стесняется, не комплексует, напишет страну, нам будет только приятно. Антас. Это, наверное, Азербайджан. Извините, если я ошибаюсь, но по моим предположениям. Новые знания. Татьяна, более конкретным, потому что это слишком такое расфокусированное понятие «новые знания». Вам кто-то подсказал, что вам нужны новые знания без направления, потому что новых знаний очень много. Пока вы думаете, может быть, вам поможет поход за стаканом воды и за свечкой, потому что во время практики нам понадобятся эти вещи. И вообще лучше было бы поставить бутылочку воды, потому что знания будут, скажем так, не очень легкие. Но для того, чтобы понять, что я могу вам дать, преподнести сегодня, желательно увидеть ваше намерение, зачем вы здесь, что вас сюда привело. Любопытство, Татьяна. Любопытство такое. Можно телевизор посмотреть. Если любопытство. Я не против. Вы же получили письмо, правильно? В письме там четко, ясно было написано, с чем я работаю. Для, например, Татьяны, да, Танечка, заранее извиняюсь, не дай бог вас обижу, но крестиком вышивать мы здесь не будем. Шарики надувать, загадывать желания мы тоже, к сожалению, не будем этого делать. Наполняться женственностью. Ну, если бы у кого-то был этот вопрос, да, можно было бы сделать. Решить денежные проблемы. Ну, возможно, кто-то что-то услышит. Если кто-то что-то по отношениям, ну, есть проблемы с отношением, да. Человек, настроившись на определенный канал, он всегда получает знания. Снимает знания, точнее, подсказки снимает с внешнего мира, использует их в своей жизни, поднимает возможности в виде денежных заработоков, в виде денежной энергии, я имею в виду, которая находится у него под ногами, поднимает это, как это, трансфер делает в мир, и таким образом получает отдачу в виде денежного вознаграждения, то есть купюр. Так, Алла. Сложно справиться с эмоциями, хочется побыстрее, ну, вот тоже более конкретно. Аллочка, ну, если такой вопрос повышать вибрации, дело в том, что только справившись, сразу отвечая, как бы вопрос, только справившись с эмоциями, вы не повысите вибрации, я имею в виду до такого, до хорошего уровня. Потому что вибрации повышаются, как правило, постепенно. Но, но, как вы правильно заметили, начинаются с эмоций. Любопытство в сфере знаний. Хорошо? Ну, хорошо, ищите, возможно, вы что-то услышите для себя, Татьяна. Энергоканалов, замечательно. Ну, вот это уже поближе. Интересуюсь работой энергоканалов. Вот, еще. Ну, вы же конкретно пришли, исходя из письма, которое вы получили, правильно? Или там были слова о весне, о любви? Ну, ребята, хорошо. Тогда давайте я поставлю по-другому вопрос. Если у вас нет конкретно запроса на сегодня, на здесь и сейчас по отношению к этому вечеру, напишите самую болезненную проблему, которая вас беспокоит на сегодняшний день. То есть, что, на ваш взгляд, требует более пристального внимания? Я имею в виду здесь и сейчас. Не завтра утром, когда вы проснетесь. Не то, что с вами случилось неделю назад или еще вчера. А вот именно в сегодняшнем дне, что вас беспокоит именно больше всего? Возможно, оно вас беспокоило и вчера. И завтра, если оно не решится, это тоже останется грузом. Я знаю, что многие со смартфона работают и не имеют возможности писать. У меня уже так было в практиках. Ждем, ребята, заходят. Уже больше 40 человек. Замечательно. Пока раскачиваемся. Я пока знакомлюсь с вами, чтобы понять ваши энергии, настроиться на вас. Откуда приходят плохие мысли? Хорошо. Вот сегодня именно Алла, вот вы именно и получите. Ну, мне же надо было сориентироваться на кого-то. Самая активная Алла. Я буду ориентироваться на мысли, которые хочется трансформировать в положительные. Буду ориентироваться на эмоции, которые тоже хотелось бы, чтобы они были положительными. Замечательно. Внутренний страх о будущем. Ох ты! Конкретно, Елена, вы попали. Я имею в виду, вы попали туда, куда нужно было попасть. Сейчас я хочу просто подождать немного людей, чтобы подтянулись ребята. Как правило, время позднее, и кто-то еще не доужинал. Или наоборот, не разогрел ужин, чтобы с тарелочкой здесь поесть. Почему вот я так сказала в ответ на Еленин запрос? Дело в том, что страхи именно о нашем будущем – это конкретно кармическая программа. Это то, что сидеть не на первой чакре или второй, третьей. Не то, что заложено в первом тонком теле или втором, третьем. Это то, что находится на наших тонких телах, но на одних из последних тел. Мне бы очень хотелось иметь возможность перевернуть. Вот, нет, это не то. Как же мне его. Сейчас я попробую. Вот, вам выставила файлик. Белый рисунок – это физическое тело. А второе тело, оно называется эфирное. Или другими словами, энергетическое. Так, больше запросов ни у кого нет. Вот у Елены страх о будущем. Все, ребята, это все. Наверное, самые активные из вас еще не подтянулись. Ну, наверное, придется подождать. Может, Виталий музыку включит, и мы пару минут подождем. Ребята, еще раз повторяю, для тех, кто только что включил свои компьютеры, пожалуйста, принесите свечку. Она нам понадобится во время практики. Пока ее можно не включать. И обязательно воды. Если вы захотите вдруг запоминать эту информацию, придется немного попивать воду. Я не буду заниматься здесь магией, я просто буду давать информацию. Как прям по запросу Татьяны. Любопытство в сфере знаний. Классно. Здоровье и деньги. Ну, такое разностороннее. Вот специально для Татьяны, может быть, она найдет определение и направление в своей жизни после следующих моих слов. Дело в том, Танечка, что когда мы фокусируем свои мысли на чем-то конкретном, а еще лучше, если мы представляем это, проговариваем на вербалке и конкретно планируем, неважно что, то, что нам хочется, но вот именно по этой мысли, которую мы создали у себя в голове, вот именно то нам и дается, именно то мы и получаем в этой жизни. Просто вопрос в том, как мы это планируем. Исходя из каких знаний? Исходя из того, что сказал сосед, или из того, что мама в далеком детстве отшлепала нас, и мы затаили на нее обиду. Или то, что нам вещается с экранов телевизоров по поводу сегодняшней ситуации на земном шаре. И насколько мы воспринимаем близко к сердцу эту ситуацию. Поэтому чем конкретнее вы сфокусируетесь, Танечка, например, лучи светового спектра не разожгут огонь, если они не соберутся все в одной точке. То есть все вот эти семь цветов, которые вы видите, и кое-какие дополнительные, они должны собраться в одной точке. Только потом будет огонь. Свеча не имеет значение. Какая можно церковная, это лучше. Если нет церковной, любая другая. Главное, чтобы был фитиль огня. Вот у Натальи проблема со здоровьем. Хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, что уже 50 человек мы можем начинать. Работать. Замечательно. Ребята продолжают подтягиваться. Ну что, дорогие мои? Сегодняшняя наша тема – это эмоции. Это те же страхи. Это те же тонкие тела, на которых заложена информация о том, что с нами происходит в нашей жизни. И если кто-то думает, что судьбу нельзя изменить, пожалуйста, поставьте минусы те, кто думает, что нельзя изменить судьбу, и плюсики те, кто думает, что все-таки судьбу изменить можно. Согласны и не согласны со мной. Не катаню. И все. Ребята, знаете, я думаю, что в конце я выберу несколько человек, чтобы приблизительно, самых активных я имею в виду, чтобы рассказать вам что-то интересненькое по поводу ваших чисел, может быть, кармических чисел. Так, кто-то согласен, кому-то все равно. Хорошо, но никто не нарисовал минус здесь. Ну ладно. Или Алла переплюснула? А, просто перепутала, я поняла. Да, минусы равно – это то же самое. Хорошо. О, зла-то есть, надежда. О, лада есть, чтобы я с вами познакомилась немножко, настроилась на вашу волну. Не обязательно это нужно сделать, ребята. Потому что человек – это энергетическое существо. Да? И мы полностью состоим из энергии. Так же, как энергия и денег существуют в этой жизни, в этом мире. И сначала надо разобраться с энергией, тех же денег, того же человека, той же информацией, которая заложена на энергетических телах, на тонких телах человека. А потом уже пытаться устраивать свою жизнь в виде конкретных желаний. И вот здесь многие ошибаются, изначально начиная загадывать желания, причем не свои, а беря за основу чужие. Например, у него есть шикарный дом, возможно, яхта. Он каждое лето ездит на какие-то острова. И я так хочу. Эти желания не являются, не исходят из души этого человека. Они являются навязанными. Человек должен прочувствовать, что он хочет. И именно следовать этим желаниям. Скажите, пожалуйста, вот кто знает, что на самом деле есть наше желание и почему им надо следовать? Кто знает ответ на этот вопрос? Почему мы не имеем права игнорировать наше желание? Почему мы не имеем права чувствовать то, что просит наша душа и к чему стремится наше сердце? Почему это так? Как вы думаете? Давайте будем включать немножко мозги. Крестиком здесь не вышивают. Если кто-то зашел случайно, у нас серьезная работа сегодня. Тонкие тела. Мы будем рассматривать информацию каждого из тонких тел. Что заложено на каждом из тонких тел и как все то, что заложено, влияет на нашу судьбу, на нашу жизнь, на наших детей, к сожалению, на нас самих, на наше здоровье, естественно. Со здоровья все начинается. Я еще раз повторю вопрос. Почему мы не имеем права игнорировать наше желание? Почему мы должны исполнять их, следовать им и так далее? Это часть нашего предназначения. Красивая фраза. Очень красивая. Да, в какой-то степени это так. Да, но я бы хотела поточнее. Это цель действия. То есть есть действие, есть цель. Но есть же мелкие желания, да, тогда что получается миллион целей. Как-то сложно, Таня. Там Татьяна, а здесь тоже Татьяна. Ну, хорошо, разными буквами. Сложновато немного. Я хотела бы попроще. Это путь по жизни. Да, согласна полностью. Ладно. Путь по жизни. Еще. Еще, ребятки, вас много. У вас уже более 50. В комнате подтягивайтесь, включайтесь. И будем работать, потому что скоро будет практика. Скоро будет практика. Чтобы управлять. Душа приходит. Да, но мы сейчас про желание. Не про душу. Про душу я попозже задам вопрос. Исполняя желание, мы становимся счастливее и увереннее. Но это, само собой, это следствие, Злата. Очень красивое имя. Это следствие. Хорошо, ребята, давайте я вас уже не буду мучить. Желание – это смс, через которую с нами общается Господь Бог, Творец. Через которое с нами общаются Высшие Силы, Космический Разум или Высший Разум. Сейчас уже в последнее время именно так называют ту информацию, которая к нам приходит сверху. И для кого это было открытием, поставьте, ну, например, восклицательный знак. Что вы впервые об этом слышите. Что желание – это смс-ки, которые приходят к нам и данные Богом. Потому что, к сожалению, ни Высшие Силы, ни сам Господь Бог, даже ангелы-хранители, мы же не всегда слушаем своих ангелов. Они не могут нам написать письмо на почту, да? Или куда-нибудь в Вайбер. С кем еще общаются? А, впервые интересно. Я думала, что для кого-то это все-таки не будет откровением. Да, именно так. Поэтому тех людей, которые пренебрегают своими желаниями, они наказуемы. Их наказывают. Изначально это легкие толчки, пинки в виде царапин, переломов на ровном месте, в виде заболеваний. Я не имею в виду хронические. Я имею в виду обыкновенные заболевания, которые не свойственны человеку. Это первые мелкие наказания. И если человек не понимает, что он отказался от того, что ему дал Бог, то есть от исполнения своих желаний, он отказался от того, что нужно идти именно в этом пути, наказания становятся более жесткими и более частыми. Иногда, я не буду серединку разбирать, но иногда это заканчивается большими потерями, и не только в материальном плане, но также потерей любимых родственников и так далее. Хотя здесь и есть исключения. Иногда человека мешают родственных связей в детском возрасте, например, родителей, для того, чтобы он начал как можно скорее исполнять свое предназначение. Кое-кто писал там вверху по поводу предназначения, но это как следствие. Желание – это СМС. И если вы чувствуете желания, которые вас преследуют месяцы, и тем более, внимание, годы, и вы не реагируете на него, вы не идете к его исполнению, вы ничего не делаете для этого, к сожалению, будете наказаны. Я думаю, что здесь мы все с высоким уровнем ответственности и какие-то, как минимум, мелкие желания пытаемся использовать. Давайте я почитаю, что написано. Так, а если желания приходят в голову, об этом думаете и не делаете, будете наказаны. Это я только что сказала. Если не делаете, надо делать обязательно шаги. И совсем какие праведные, это тоже СМС от Бога, желания какие-нибудь, а, не совсем праведные. Вы знаете, не совсем праведные, а как бы они не бывают. И я вот, чтобы различить желания наши, да, нужно понять, оно истинное или ложное. То есть правильно распределить эту чашу весов. Ложные я уже чуть выше объясняла, возможно, вы прослушали или еще не подключились. Это те желания, которые навязаны нам кем-то, которые не исходят из нашего сердца. Или которые пришли в момент, ну, например, захотелось выпить воды, потом перехотелось. Да, захотелось там съесть какой-то бутерброд нехороший, потом перехотелось. Имеется в виду желания, которые долго, пристально тянут в голове, навязчивые желания, которые идут из души. И вы понимаете, что это ваше желание, что вам этого хочется. Вот это СМСка от Бога. И даже если оно не очень правильно, потому что, ребята, я с людьми, вот именно в этом направлении, в котором работаю, это более пяти лет общаюсь. Уже очень много пересмотрела, много было разных случаев. Даже неправедные желания. После них вы получаете дальнейший толчок. Потому что, исполнив свое желание, вы продвигаетесь в любом случае. Вы выходите на новый уровень или на новую ступеньку. И если произошла ошибка, как таковая, то есть вам не нравится результат, вот эту ошибку человек считает неправильной. Он как бы расстраивается и опять уходит в сторону. А на самом деле это просто опыт. Обратите внимание. И то и другое слово начинается на букву О. Мы считаем, что это ошибка, а на самом деле это опыт, который нужно взять, использовать и пойти дальше. Вот и все. Но, повторяю, у людей прокачанных светом, у людей энергетически подкованных, у людей работающих с собственным сознанием, с собственным телом, с собственной энергией, у них получается снимать подсказки с космоса, подсказки с внешнего мира, элементарные, на все что угодно. Я не знаю, если последнюю сказать. Я сегодня заблудилась. И пошла в своих домах прямо по дороге, забыв, где стоит моя машина, например. Я никогда за три года проживания в этом месте, где я живу, не видела человека, идущего просто по улице, с клеткой, в которой сидит сорока. Я не знаю, может в вашем городе это встречается часто. У меня это не встречается. И вот именно этот момент привлек мое желание, извините, мое внимание. И когда я вгляделась, мои мысли как бы остановились, поток куда-то улетучился, я подумала, почему она не сидит на земле и не летает по воздуху, она должна быть свободна. Я поворачиваю голову, вижу другую птицу, и понимаю, что я прошла ту дорогу. Другая птица была в том направлении, куда мне нужно было повернуть. Там были дальше последствия определенного рода. То есть если бы я дальше прошла, там бы сложно было. То есть вот эти элементарные вещи, но это настолько легко, но они есть. И мы обязательно должны присутствовать в момент здесь и сейчас. Скажите, ребята, я сейчас буду отвечать на вопросы, чтобы не пропустить ни одного. Момент здесь и сейчас. Насколько вы действительно пребываете в этих моментах, проживая по жизни час за часом. Галина пишет, а значит у меня сначала финансы не могут наладиться, а потом теряю маму навсегда. Это следствие неисполнения желания. Так, то есть, да, это можно привязать к следствию неисполнения желания, а финансы это, как правило, то, что вы идете не своим путем. Вы делаете не то, что вам предназначено делать. То есть вы не туда направлены. Есть люди, которые могут зарабатывать деньги, но не могут купить чего-то конкретного, стоящего. Лишь по той причине, что, ну, там, или не знают законов денег, или неправильно инвестируют, или инвестируют, но теряют. Но это говорит лишь о том, что у них неправильные энергетические потоки. Они идут не в том направлении. Если у человека правильно все с энергией в его теле, он идет своим путем. Возможности Татьяна для исполнения желаний всегда есть. Это мы себе придумали, что их нет. Для этого существует масса тренингов, масса различных техник. Ну, я не буду сейчас отвлекаться на эту тему, но возможности всегда больше, чем две. Это уже мой личный опыт. Хотите верьте, хотите нет. Это ваше право, ваш выбор. Их больше, чем две, как минимум пять. И если вы не попробовали, например, одно из пяти, но четыре вы прошли, а пятое так и не попробовали, то это ваш выбор. Вы отказались от исполнения своего желания. Отлично, хотите красивую машину. И сами же себе ставите сразу проблему «но». Все люди, которые вот здесь в голове имеют «но», «если» или «потому что», каждое слово отвечает за определенный ментальный момент. Они сами себе ограничивают возможность. Вот если бы вы написали, Татьяна, я хочу красивую возможность. Для этого нужно иметь деньги. Чувствуете энергетику этого предложения? Я думаю, прочувствовали, да? А когда вы будете повторять почаще, для этого иметь деньги, у вас возникнет вопрос, а где их взять? И вы будете искать и снимать подсказки. И вам будут приходить возможности. А когда они у вас появятся, вы скажете себе, а как теперь мне нужно с ними работать? Что мне с ними делать? На какие части их разделять? На какие тренинги ходить? Для чего мне это надо? Чтобы уметь правильно общаться с детьми и за конкретный период, который вы сами себе, Татьяна, выставите в голове, вы эти деньги получите. Возможно, чуть раньше, возможно, чуть позже. Это все зависит от того, насколько выбранная вами цель, насколько вы будете идти к ней. Или не идти. Если человек не имеет устойчивых желаний, Ирина, это говорит о том, что он хаотически развязанный. Слишком много хаоса в жизни. И, кстати, и о хаосе, и о страхе, я там выше читала у ребят, и о возможности иметь или не иметь деньги. Говорит наша дата рождения. Потому что именно в нашей дате рождения заложен тот код, с которым мы пришли в эту жизнь. Ребята, кто знает, что за код, какой код, какой спецификации содержится в дате рождения? Вот кто что знает, то и пишите. Потому что там, естественно, не только одно слово. Там несколько слов. Ирина, я бы еще ответила из Сызрани на ваш вопрос, что это не ваши желания. Вот я энергетически так настроилась на вас. Это многие желания не ваши. Вы их откуда-то снимаете? Вы на самом деле не хотите этого? Как только обнаружила... Непонятно написала. Алла, я же не возвращаюсь к вашему предыдущему, к предыдущей смеске, поэтому концовку я не могу интерпретировать нормально. Учительной 5. Да, я не просила, Ириночка, писать дату рождения. Это я потом вас попрошу. Я задала вопрос, что вы знаете о своей дате рождения. Я знаю, ребята, что вы все знаете свою дату рождения. Я в этом больше, чем уверена, что вы ее знаете. Классно, ребята, будьте внимательными. Шарики не надуваем. Крестик им. Здесь это не тот вариант. Не вяжем. Спицами тоже здесь не вяжем. Кармический код жизни. Светланочка, совершенно верно. Это есть кармический. Но он не просто кармический. Просто код жизни. Это код жизни, да. Император. У нас Татьяна император. Татьяна император. Да нет, Татьяна это 16-ка. Это духовный, скажем, не учитель. Это духовный человек, в котором уже заложена духовная гармония и который уже родился духовным. А теперь, скорее всего, но это надо просчитывать, дополнительные числа и так далее. Ой, Танечка, у вас карма сильная. Тань, у вас три шестерки. Я, кстати, хотела сделать вам сегодня сюрприз. Рассказать об одном кармическом числе и почему-то мне на ум пришло три шестерки. И вот Татьяна как раз и появилась на горизонте. Но это я говорю о своих желаниях, то есть как они у меня исполняются. Потому что просто так я не имела права вам предложить рассказать о трех шестерках, не имея в наличии здесь человека с тремя шестерками. Ребят, еще раз. Я не просила вас писать дату рождения. Вы ее знаете. Я просила написать, что такое дата рождения. То, что знает, что в ней заложено. Кроме того, что это код. Что еще можно узнать из даты рождения? Можно предназначение узнать. Я думаю, это все знают. Можно узнать еще задачи, которые стоят перед человеком на это воплощение. Из даты рождения можно также вычислить инструменты, с помощью которых человек может исполнять свои задачи на это воплощение. Более того, из непосредственно дня рождения можно определить, кем человек пришел в эту жизнь. Вот как написал кто-то из вас императором. Или духовной структурой, уже несящей высокий духовный потенциал. Или этот человек уже пришел волшебником, который может и умеет изменять судьбы людей. Или этот человек учитель, который может нести информацию. И не просто нести, а обрабатывать огромные массы информации, отсеивать ненужное, собирать главное и преподносить другим людям конкретизацию. Я это имела в виду, ребятки, но вижу, что вы неправильно меня поняли. Елена, вы не знаете своего пути, потому что, скорее всего, вы не настолько хорошо знакомы со своими числами. То есть вам или не рассказывали, или вы просто не попадали на те тренинги, которые хотели бы. Нас уже больше 60. Приветствую всех тех, кто зашел сегодня к нам на огонек. Еще раз предупреждаю, извините за повторение присутствующее, что крестиком здесь не вяжем, и шарики с желаниями мы не надуваем. Мы здесь серьезно работаем, будут энергетические практики, просьба приготовить свечу, и как минимум стакан воды. Можно два. Так, по ней можно сказать очень многое, Таня. Да, очень и очень многое. То есть по дате рождения еще можно узнать о том, с каким характером человек пришел в этот мир. То есть давайте конкретно, какие качества характера заложены в нем. Что нам дал Бог, другими словами. А также увидеть то, что нам, к сожалению, Бог не дал. То, что нам нужно приобрести, или то, что нам нужно не отработать, а преобразовать в своей жизни. Наработать, я бы сказала. Задачи и инструменты, если вы меня правильно услышали. Это я для тех повторяю, кто хочет узнать о своем предназначении, кто до сих пор в подвешенном состоянии находится. Кстати, ребята, неважно, сколько вам лет. Человеку предназначена жизнь на этой планете до 150. Но минималка 900. И поэтому и в 50, и в 60, и даже в 70 вы можете начать то дело, которое у вас стоит в предназначении. Но на самом деле их 4. Я об этом на вебинаре не рассказываю. Кто вдруг захочет разобраться или с предназначением, или со своими отношениями, или со своими качествами характера, которые не может понять, тогда можете записаться на мою консультацию. Валерий вам даст сейчас ссылку на нее. И я конкретно вам расскажу не только про ваши числа, я также покажу вам, скажем, тот путь, направление. Выверну вас в том направлении, куда вам лучше будет идти. Ну, хотя бы для того, чтобы быть более счастливым, чтобы быть более активным в этой жизни, чтобы быть более спокойным или спокойной, более гармоничной. Но самое главное для того, чтобы вы могли решить свои проблемы. И, минуточку внимания, для того, чтобы вы смогли понять, почему до этого времени с вами происходили те или иные события. И почему вы не можете, хотя кое-кто из вас, я уверена, уже занимался с какими-то тренерами, уже посещал тренинги, вебинары, но до сих пор не смог. Давайте переходим конкретно к теме. Напишите, поставьте, пожалуйста, один плюс те, кто уже работал со своими энергиями, то есть со своим эфирным телом, которое на рисунке написано номер два. То есть накачивался энергия не в спортивном зале, ребята, делал энергетические практики или какие-то упражнения по йоге, кундалини-йоге, что-то в этом роде. Это один плюс. Замечательно. Два плюсика поставьте те, кто работал уже с эмоциями, то есть их отрабатывал с помощью техник специальных или практик их трансформировал. Три плюсика поставьте те, кто работал с третьим кармическим, извините, с третьим тонким телом, которое на рисунке под цифрой 4. Это ментальное наше тело, где заложены наши убеждения, наши программки в том числе, то, что нам навязано обществом и от чего мы хотим с таким удовольствием освободиться и распрощаться, чтобы оно нам не мешало. Это три плюсика будет. Ну и четыре плюсика поставьте, пожалуйста, те, кто работал с пятым, шестым и седьмым тонкими телами. Это каузальные тела, кармические, я не буду там бадхические, это не важно, атмические называются они. То есть работал с более тяжелыми программами, не важно с тренером или на общих тренингах, или конкретно четыре плюсика. Валерий, я вижу, с менталом работал, это психологи, коучи сюда, кстати, относятся, кто ставит три крестика. А, Валерий работал и с кармическими. Прекрасно. То есть программами по кармической чистке, которые называются кармические коррекции. Замечательно. Хорошо. Ирина пока что только с энергией работала, с чисткой первого энергетического тела. А Татьяна самая активная наша. Три шестерочки, она ни с чем не работала. Ну, Татьяна, я не знаю, что там у вас. Или это карма на вас так влияет, что вы ни с чем до сих пор не работали, имея такую тяжелую карму. Или это ваши тормоза, ваши гири, хотя карма это тот же тормоз. Те гири, которые сзади нас, вот там вот, телепаются на ниточке, да? И которые мы с таким усилием тянем за собой по жизни, потому что боимся их отпустить, боимся распрощаться с этими любимыми гирьками, к которым мы так привыкли, к которым мы так классно привязаны. Или нас привязали, кстати. Не всегда это наши желания. И я рада, что вы со мной согласны. Тот тяжелый чемоданчик со старым хламом, который нести тяжело, но так страшно бросить. Ребята, мне очень хочется помочь всем присутствующим здесь и сейчас на этом пока бесплатном вебинаре раскрыть в вас знание того, что от этого хлама нужно как можно скорее избавляться. И чем скорее вы это сделаете, чем скорее вы распрощаетесь с теми тяжелыми гирями, с опытом прошлых лет, тем скорее ваша жизнь наладится, тем скорее вы сможете прочистить, информационно я имею в виду прочистить ваши тонкие тела, очистить ваши энергетические каналы, а их у человека я имею в виду основных 7, они показаны на файлике. Я думаю, сейчас перевернется файл. Вот. Видели, да? 7 основных центров, потому что, как вы понимаете, если заблокированы нижние центры, то энергия не пройдет вниз, она не будет в проточности у человека. Если заблокированы верхние, также энергия не пройдет вверх, то есть она зайдет из земли, но не пробьется, она также и останется в человеке. А человек, если говорить другими словами, это алмаз, который пропускает свет. И вот задача человека, так же, как и алмаза, быть проточным, то есть пропускать через себя свет, быть светящимся, не задерживать ничего. И вот чем больше человек проточен, тем больше он легкий, тем на более высокие вибрации он в состоянии выйти, тем больше он сможет относиться к тем событиям, которые его окружают. Тем легче он будет воспринимать все, что с ним случается и идти дальше, просто идти дальше, вперед к своим целям, к своим желаниям. У кого, ребятки, не исполнялись желания? А практики вы как часто делаете? Задайте себе вопрос. Энергетически я имею в виду. Каждый день. Как стакан воды выпить или нет? Или раз в пятилетку? Если проточности нет, если ваши энергоканалы, ваши тонкие тела засорены, груз, старый груз, он тянет назад, вы не придете к вашему предназначению. Вы не сможете его раскрыть и, к сожалению, не сможете понять те задачи, которые вам на самом деле нужно в этой жизни воплотить в жизнь. Кому интересен этот вопрос? Кто хочет прийти к предназначению? Кто хочет раскрыть себя? Кто хочет улыбнуться миру, людям? Кто хочет что-то отдать в этот мир, но до сих пор не знает, что? Кто хочет получить красивую машину? Пусть даже это материальное желание. Это не имеет значения. Кстати, кто мне писал? Таня, наверное, про машину. Сначала, Танечка, перед тем, как захотеть машину, если вы имеете в виду материалку, сначала захотите что-то отдать, потом машина вам будет дана. Хотя бы захотите. Я не имею в виду, вот взял и отдал. Захотите этого отдать. Машина придет, поверьте мне. Так вот, кто хочет в себе разобраться, в своих цифрах, в своих проблемах, в своих гирях, в своем предназначении. Пройдите по ссылке и зарегистрируйтесь хотя бы, чтобы я понимала, что вы действительно этого хотите. Потом вы для себя решите. Нужна, то есть в конце сегодняшнего вебинара, вы для себя решите, нужна вам эта консультация или не нужна. То есть вы уже примете решение. А сейчас, кто действительно хочет разобраться в себе, кто действительно хочет понять, что ему делать. Валерий, пожалуйста, ссылочку дайте. Хорошо. И вы поймете, вот Светлана поставила аж 5 плюсиков. Замечательно, Светочка. Пройдите, просто зарегистрируйтесь. Это будет на уровне действия, подтверждение того, что вы хотите. Понимаете? Вот маленькое действие, пусть оно элементарное, пусть оно еще такое вот слабое, легкое, но вы сделали только что, Светлана, шаг, скажем, решили сделать шаг, может быть, еще не сделали, я не знаю, насколько там долго надо проходить эту регистрацию по ссылке, но вы сделали только шаг, вы только что показали Вселенной, что вы хотите что-то изменить в этой жизни, в своей собственной жизни. И вот с этого момента, вот с этого здесь и сейчас, поймите меня правильно, ребята, в вашей жизни, как Светлана, Татьяна, Алла, Лада, будет что-то меняться. Именно с этого момента. Как минимум повысится та энергетика, которую я в данный момент вам передаю. А я ее вам сейчас передаю максимально, я уже на вас настроилась, я с вами со всеми перезнакомилась, несмотря на то, что я вас не вижу, я вас чувствую, ребята. Сейчас вы меня прочувствуете. Я просто жду, когда будет человек 70, уже почти 70, подождем, пусть будет 70 в комнате. И я хочу большему количеству, это мое огромное желание, дать информацию и, естественно, практику, чтобы меня тоже почувствовали ребята. Я надеюсь, это будет классно. То есть пройдя по ссылке, ребята, вы уже заявляете о вашем желании, а не так, когда хочу машину, но я не сделаю, денег нет, но мне лень набрать на клавиатуре несколько цифр и кликнуть вот. Вот это уже но, которое тормозит. Мы сами себя тормозим. И я вернусь к нашим тонким телам. Повторяю, жду до 70 человек, поэтому сразу буду переходить к практике, как только увижу этих ребят. Я думаю, вы запомнили, да? Под цифрой 2 первое энергетическое тело или, а именно другими словами, эфирное, улетучивается на 9-й день после смерти человека. Это вы знаете. Под цифрой, это под цифрой 2, извините, под цифрой 3 наше второе эмоциональное тело, где живут все наши эмоции. И вот я хотела чуток задержаться на эмоциональном теле, потому что ребята писали мне, что они уже отрабатывали с кем-то эмоции, то есть или по каким-то практикам, техникам и так далее. И вот те, кто уже работал со вторым тонким телом, с эмоциями, напишите, насколько были эффективны эти техники или практики. И насколько вы на данный момент, то есть чем больше плюсиков вы поставите, тем эффективности, да, больше. Насколько вы поддерживаете, продолжаете работать с отработкой эмоций? Ну, я думаю, 10 плюсиков, если вы их все уже отработали, ну, как я, например. Да. Я очень давно уже не делала технику на эмоции, ту, которая моя вот личная, которую изобрела я, учитывая, что все предыдущие мне по какой-то причине не помогали. О, Лада отработала, класс. Татьяна почти отработала, то есть помогают ей замечательно. То есть вы попали в свою колею, Татьяна, Лада, вам подошли те техники, с которыми вы работали. Вот мне другие техники, других тренеров тоже подошли. Отработать агрессию, отработать ненависть, отработать зависимость сильную, отработать зависть, отработать ревность, то есть вот эти сильные, мощные эмоции, которые очень сильно тормозят. Но, к сожалению, обиду, страх, тоску, еще такие слабые эмоции, как неприятие, нежелание что-то делать, я не смогла отработать с помощью тех техник. И, учитывая факт, что я пошла дальше, развиваясь в своем предназначении, скажем так, мне была дана техника, которую сейчас с удовольствием дарю тем, кто записывается на консультации мои, то есть у нас идет энергетический обмен, и я преподношу ее тем, кто, она легкая, элементарно, там, менее 10 минут, ребята отрабатывают, работают, эмоции уходят очень быстро, причем каждый раз разные. Танечка, я рада, что у вас получается, продолжайте в любом случае заниматься, не игнорируйте эти техники, они все рабочие, все, но, если кому-то не помогает, милости прошу ко мне, обязательно я вам расскажу об этой технике. И четвертое тело, ментал у нас был, убеждение, с которыми работают психологи, и с которыми работают коучи. И, к сожалению, и те, и другие, вытащив наши ложные убеждения на поверхность, мы их осознаем, мы их понимаем, мы их берем в свой портфельчик и несем дальше, не понимая, что дальше с ними делать. То есть, как бы, работа не завершена. И, ну, остается такое чувство неудовлетворенности, кстати, это тоже эмоция, легкая, даже легкая неудовлетворенность, ее тоже надо отслеживать, ее надо убирать из своей жизни, с ней надо прорабатывать, ее надо, точнее, прорабатывать, потому что мир на самом деле гармоничен. И вот, для вытяжки убеждений существуют энергетические практики, те, которые я в полном объеме даю на своем тренинге карма людей третьего тысячелетия. Это совершенно новый тренинг, который предназначен для всех, не только для людей с кармическими цифрами. Карма людей третьего тысячелетия разделена, тренинг, разделен на два дня. В первом дне человек узнает все свои кармические цифры. И вот, напишите, ребята, где, кроме как в дате рождения, находятся еще кармические числа? Кто знает? Кроме как в дате рождения, это номер один, где их больше всего можно увидеть и легче всего. Вот они показаны, их видно. Если знаете, конечно. Где, кроме как в дате рождения? В дате зачатия. Ух ты, нет, Тамара, нет, в дате зачатия нет. Дата зачатия неизвестна. В имени Яна совершенно верно, в фамилии совершенно верно, в отчестве, да, число жизненного пути Злата супер, да. Ну, я подскажу. Еще в дополнительных числах заложена карма, еще она заложена в числах, в числах судьбы, в числах личности и в числах вашего предназначения. Потому что, если оно кармическое, его нужно просто, на роду написано, его надо преодолеть. Код года. Ну, это, это дата рождения, код года, это и есть дата рождения. Да, еще число души, да, число личности. Да, я забыла о нем. Спасибо, Злата. То есть, эти кармические числа могут быть везде, где угодно. И вот на кармическом тренинге я с удовольствием в первый день этого тренинга, первый день будет длиться несколько часов, я рассказываю о том, точнее, расшифровываю эти все числа, причем все, их не так уж и много, просто они заложены в разных моментах. Вы получите, кто захочет прийти, то есть получают файл, сами рассчитывают эти числа и приходите уже с готовыми ко мне на тренинг числами. Мы не будем на тренинге заниматься подсчетом и расчетом. Мы будем на тренинге работать. Мы будем делать энергетические техники, энергетические практики, которые расшифровывают кармические числа, которые снимают зависимости и так далее. И одна из самых интересных техник, которая помогла очень многим людям, техника Хабберта, вы, наверное, о ней уже слышали, она работает на уровне ментала, то есть, включается тонкое тело, наше третье тонкое тело и подключается четвертое, пятое, шестое с томатом. Это много-много слов, в которых заложена инграмма, точнее само слово и является инграммой. Я думаю, вы видите хорошо файл. инграмма – это запись ощущения, которая отложилась на бессознательном человеке, у человека, то есть информация. Человек об этом не подозревает. Психолог, к сожалению, этого не может вытянуть. Отсюда и идут разные психоматические и психические заболевания. Объяснить это словами нельзя. От этих слов просто надо освобождаться. И если вам, дорогие мои, привести маленький пример, ну, например, давайте я вам расшифрую одну цифру. Человек боится за себя постоять. Человек бежит, когда на него кричат, когда ему угрожают, когда с ним как-то некорректно поступают или оскорбляют элементарно. Человек пытается убежать, уйти. Или, как вариант, защищается агрессией. То есть тоже на агрессию идет агрессия. Что совершенно некорректно с точки зрения закона Вселенной. Нельзя на обиду отвечать обидой. Нельзя на оскорбление отвечать оскорблениям. Я думаю, что здесь собрались все такие подкованные люди. Насколько я вас уже прочувствовала, не только новички. А если новички, так духовного плана. Этого нельзя делать. И вот если человек просто разворачивается и уходит, это говорит о том, что у него есть кармическое число, он ничего не может делать, он не может отработать, к сожалению, свою карму. И, раскрываю вам карты, это инграмма, слово мир. Просто мир. Так же, как и слово любовь может быть инграммой. То есть человеку нужен мир, и он согласен его держать ради всего святого, что бы ни произошло, ему нужен мир. А это слово, к сожалению, надо стирать. Этих слов более 250. Эта техника довольно-таки глубокая, длинная, но она очень эффективная. После нее меняется мировоззрение, я ее даю, и некоторые другие, на первом дне. То есть она подходит совершенно всем. Долго я пыталась составить этот тренинг, потому что очень много информации, но в основном решила преподносить именно практики и техники. И второй практикой, точнее я ее по счету буду ставить первым, естественно, это будет наполнение энергии жизни и здоровья. Мы будем нейтрализовать негатив и наполняться высококачественной жизненной энергией. То есть напитываться чистыми, правильными энергиями. И на этой технике, на первой вы все, я думаю все, у меня просто видят все, вы увидите цвета. Я вам обещаю, что вы увидите цвета. Кто не увидит, тот почувствует цвета. Ощутит. Сейчас еще немножко, и будет практика, я вас уже не буду долго держать. Сейчас уже договорю про техники, которые я буду давать на первом дне тренинга. То есть для тех, у кого не хватает, например, радости в жизни, не хватает удовлетворения, того же спокойствия, гармонии, вот эта первая техника, она так и называется чистка. Самая обыкновенная чистка. Вторая техника, которую вы видите на экране, на файле заложена. В третьей технике мы будем убирать, скажем так, кармические моменты. Но я думаю, что у любых людей есть какие-то клятвы, обеты или обещания, которые вы дали кому-то. Если действительно это так, напишите хотя бы один плюсик, то есть о том, в чем вы помните, то есть вы поклялись о чем-то, какому-то человеку, в какой-то жизненной ситуации, вы сказали, да будет вот так и все, и только через мой труп, и так далее. Да что ты, знаете, что говорится, да? Причем это было сказано в сердцах. Вот с этими моментами мы будем прощаться, вот эту гирьку мы будем отбрасывать. Она, кстати, может быть заложена и на последнем нашем тонком теле. Что это означает? Почему ее надо отбросить? Да потому что вы вступили в соглашение с другим человеком в этот момент, когда ему что-то пообещали. Причем это может и на подсознании быть. Вы не так, чтобы подсосались, у вас вошли чужие энергии, не ваши. И они вас тормозят. Они пытаются вас вывести не на тот путь, на который вам нужно идти, отвести вас от вашего же предназначения. И мы будем освобождаться с помощью этой техники, с помощью обращения к Архангелу Михаилу. Вы знаете, кто это такой, с чем он работает. И сразу же почувствуете облегчение, потому что после этой техники очень многие становятся пушинками и летают. Груз действительно снимается, тело освобождается, ощущение легкости появляется и так далее. Кто хочет действительно вот это ощутить, вы можете пройти по ссылочке на тренинг карму, записаться, и вы получите подарок. Одну из легких, не кармическую коррекцию, одну из легких техник, которую я даю, которую вы можете ощутить с делом самостоятельно у себя дома. Хотя там есть мой голос, направление. Главное, чтобы вы были в спокойном, уравновешенном состоянии. Просто пройдите по ссылке. Вот кому интересно, действительно, то, о чем я говорю, интересно освобождаться от этого груза. От тех кармических узлов, с которыми мы будем развязывать на карме. Я говорю еще о первом дне. Потому что кармические узлы, как правило, они находятся на пятом, шестом и седьмом телах, и уже уходят проклятия, уже уходят с глаз, самый обыкновенный наговор, когда кто-то в сердцах на вас сказал какую-то ерунду. А я думаю, за целую жизнь этого поднакопилось. Но, к сожалению, есть не только наша жизнь, есть еще и прошлая жизнь. Есть еще и прошлое воплощение. И мы не знаем, что там было. Мы не знаем, кем мы там были. Мы не знаем, почему мы были именно тем, кем мы были там. Почему здесь, сейчас мы те, кто есть. Возможно, я сейчас раскрою секрет, но вот у меня пришло такое ощущение, чтобы сказать вам эту информацию. По поводу того, что когда я уже стала преподавать и раскрывать, скажем так, карму другим людям, их карму, им же, я решила проверить. То есть мне недостаточно было понимания, мне недостаточно было доказательств того, как работают эти числа. А так как у меня в моей жизни, в моей дате рождения есть кармическое число, я решила проверить, насколько это правда и насколько оно действительно так. И мне пришлось сделать реинкарнационку. Ну, если кто-то знает из вас, что это такое. То есть с помощью специального учителя, специальной техники, не самостоятельно, естественно, я заглянула в мою прошлую жизнь. И мое кармическое число 100% подтвердилось. И у меня настолько после этого открылись глаза, настолько я не то, что поверила, я-то верила в это раньше, но это подтверждение, это было как шокирующее, как последняя капля в полной уверенности того, чем я занимаюсь. То ли я делаю, правильно ли я делаю, на правильном ли я пути и так далее. Тем более, дорогие мои, что желание мое работать с кармой было дано мне еще в последних классах школы. Но почему-то я постоянно игнорировала это желание. Я постоянно куда-то уходила. Ну, хотя бы потому, что на то время, когда я закончила школу, о карме запрещено было говорить. И Сергей Лазарев только-только начинал выпускать свои книжечки, они еще были в таких мягких оберточках, обертках, и я уже с нетерпением ждала, ну вот, вторая уже прочитана, где же это третья, где же проходит месяц второй, третья книги, нет. С каким нетерпением я ждала его последнюю, пятую книгу. Это самые-самые первые книги еще тогда. А потом все куда-то улетучилось. Вот так вот раз, жизнь куда-то меня повернула и понесла. Но пришлось, учитывая разные обстоятельства, вернуться к этому и заниматься все-таки своим делом, заниматься тем, чем мне всегда хотелось заниматься и то, что я умею делать корректно, ответственно и правильно. И вот как результат новое мое изобретение, этот новый тренинг, на втором дне которого мы будем разбирать карму третьего тысячелетия. Потому что, к сожалению, карме третьего тысячелетия или травме, скажем это по-другому, подвержены очень многие люди на нашей планете. Вот я сейчас вам прочитаю кое-что, а вы подумайте, сядьте, пожалуйста, откиньтесь в спинке стула или кресла, где вы сидите, закройте глазки и на что, что у вас есть, на что откликнется ваше тело, что вы прочувствуете. Есть ли у вас в жизни ощущение одиночества, неважно находитесь и живете вы в фамилии или все-таки нет семьи, извините, живете вы с семьей или вы одиноки по жизни. Есть ли чувство бессилия, когда вам есть огромное желание что-то сделать, но нет сил, нет их энергии. Есть ли проблема с деньгами, как у вас отношения с деньгами, которые вы зарабатываете, правильно ли вы их инвестируете, правильно ли вы распоряжаетесь ими и так далее. Что с вашими отношениями? Насколько они правильны? Какой раз вы уже замужем или женаты? Почему лица ваших мужей или жен меняются, а проблема как таковая не уходит? У меня есть подруга, которая всего-навсего 30 с небольшим лет, она пятый раз замуж собирается выходить. Пятый. Но подруги вы знаете, да? Подруги же не инвестируют в собственное развитие. и она естественно ко мне не обращается. Но я ее не беру как ученицу. Хотя она знает, чем я занимаюсь. Я ее вижу на лицо. Но мы не о ней. У кого есть чувство одиночества? Мы уже говорили о чувстве, да? Но именно через нелюбовь к себе, то есть вы понимаете, что очередной раз вы себя в чем-то ограничили. В том же желании небольшом в том, что вы не смогли сказать нет. В том, что вы опять-таки переработали и не позволили себе вовремя сделать паузу в этой работе. Симптомов нелюбви к себе более 30. Поэтому я не буду сейчас перечислять все их. Я лучше сделаю вебинар в следующий раз по поводу нелюбви к себе. Возможно мы будем бесплатный. И расскажу вам поконкретнее, чтобы вы поняли, это не любовь основана на эгоизме или все-таки это эго, это гордыня или это гордость. Еще чувство неприятия других, есть ли оно у вас. Насколько вы согласны с другим человеком, что бы он ни делал и когда бы он ни делал. Насколько вы можете его не контролировать, не поправлять, не дергать постоянно. Вот принимайте его или ее таким, каковы они есть и соглашайтесь. Это тоже карма. Есть ли у вас сложности с самореализацией, то есть тоже предназначение, идете ли вы своим путем, чувствуете ли вы, что вы делаете то дело, которое действительно любите и вам нравится, и вы счастливы в нем. и сопровождается ли это дело наличием денег, можете ли вы спокойно зарабатывать именно ту сумму, которая вам непосредственно нужна. Как обстоят дела с воспитанием детей? Есть ли такая взаимодоговоренность с вашими не только, кстати, детьми, но и с родителями? Насколько вы принимаете своих родителей и принимаете их таковыми, каковы они есть? Тут еще и рот замешан, но я сегодня не буду говорить о родовых. Что происходит с вашим здоровьем? Насколько у вас высокий или наоборот ослаблен иммунитет? Есть ли заболевания? И есть ли это заболевания хронические или постоянно повторяющиеся, например, переломы, да, каждый год человек лежит в больнице с переломом или с какой-то новой болезнью, которая ему не свойственна? Все это симптомы уже кармы Земли, потому что после 2013 года наша планета вышла на более высокие вибрации. И мы, люди, находящиеся на ней, как и все другие, как те же животные, те же растения, мы должны приспособиться к этим вибрациям. А что такое приспособиться? Это значит изменить себя или вывести себя на более высокие вибрации. То же самое знак равно очиститься. Очиститься от груза прошлого. И если человек не хочет выходить на новые вибрации, не хочет очищаться, не хочет чистить свою карму, параллельно с очисткой кармы планеты, он будет наказан. О наказании я говорила чуть раньше. Мы все просто обязаны на сегодняшний день почиститься. Не важно чего вы будете и как это вы будете делать. Лучше конечно энергетически, прокачками, проточными практиками, светом и так далее, если вы уже научены видеть. Но можно и просто ментальной отработкой, то есть логической отработкой включая наше левое полушарие. Напишите пожалуйста, кто прочувствовал, что что-то у него есть. Не обязательно прописывать там плюсик один или два. Кто ощутил да, у меня это может быть. Хорошо. хорошо. Вижу там у кого четыре, у кого один. Ну замечательно. Ну вот Алла, Татьяна, у кого особенно много плюсов. Вы можете пройти по ссылке на тренинг. Как минимум, что вы получите, это практику энергетическую в подарок. Как максимум вы получите два дня, если проплатите и сделайте конкретные действия, захотите узнать больше, вы получите два дня знаний о том, что такое не только что такое карма, а конкретных знаний, конкретных практик, которые исправляют не только вашу жизнь и ваше будущее, а также жизнь и будущее ваших детей. Я не буду долго останавливаться, что будет на тренинге, с чем мы будем работать. По поводу практики я уже сказала, а все остальные подробности вы можете внимательно почитать по ссылке и зарегистрироваться. вот тут тоже уже момент срабатывает. Кто прочувствовал ребята, такие как Татьяна, Светлана, Алла, Аля, Ирина, вот если вы действительно прочувствовали, что вам это нужно и вы хотите это сделать, подтвердите это, пусть даже мелким действием, просто зарегистрируйтесь. после этого ваша жизнь уже начнет изменяться. И вы начнете понимать, что ну наконец-то я вышла из замкнутого круга, белка в колесе. И вы вспомните про Ксению, еще мы благодарите, и я услышу, потому что на энергетическом уровне я принимаю посылы, скажем так, благодарности от других людей, даже если мне они об этом не говорят. Я помню про три шестерки, я о них расскажу. Сейчас делаем энергетическую практику. Закрываем глазки, зажигаем свечку, я еще себе тоже налью воды. Хлебните несколько глотков воды. И когда вы будете готовы, пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я могла продолжать. Повторяю, для тех, кто зашел чуть позже, ребята, снимите всю бижутерию и пояса с остальными пряжками, то есть неблагородные металлы, они не способствуют прохождению энергии. Мы сделаем сейчас легкую практику, более тяжелую, более конкретную вы получите в подарки, кто захотел это сделать. Получают подарок только те ребята, которые зарегистрируются. Я еще раз повторяю, без регистрации, просто так карма не работает, коррекции нет, работает закон Вселенной, закон энергетического обмена, я вам даю информацию, минимальное действие это регистрация, это минимальное, максимальное это присутствие на тренинге и работа с кармическими коррекциями, это максимум, что вы можете сделать, наверное максимум изменить себя, но там уже изменения пойдут сами собой, иногда человек не успевает обслеживать, не успевает понимать, что происходит, потому что и там, и там, и там идет, просто надо быть спокойным, организованным, я обо всем этом буду говорить, спокойно воспринимать разные ситуации в своей жизни, девочки, плюсики поставили, умнички, как это свечей нет, нет, Людмила, ищите любая свеча, не обязательно церковная, я не поверю, что в доме нет свечей, если в доме нет свечей, вообще никаких, даже декоративных, ну, нет, я не поверю, кто это такое написал, Людмила П., ну, давайте проэкспериментируем, если свечей нет, то, ну, посмотрим, потом обязательно после практики отпишите свои ощущения, что с вами произошло, мне очень важно, начинаем, встаем прямо, ноги стоят, стопы ног параллельно, на расстоянии 15-20 см, так, чтобы вам было удобно, кто не может делать практику стоя, там, у кого очень поздно, садитесь, но позвоночник должен быть прямой, слегка опускаем подбородок, руки спокойно висят вдоль тела, вдоль тела, глубокий вдох, свет не важен, раздомера не важно, может быть, не может быть, мы все равно закрываем глаза, и концентрируемся на внутренних ощущениях, хороший вдох, длинный, я показываю, как надо дышать, если у вас не получается такой же длины, как у меня, не беспокойтесь, дышите без пауз, спокойно, на выдохе, стараясь одной волной от макушечки, расслабить свое тело, голова, плечи, грудь, то есть в данный момент мы дышим шумно, спокойно, на выдохе, расслабляя свое тело, прочувствуйте, как оно расслабляется, как вам становится приятно, хорошо, спокойно, гармонично, и еще продолжаем, ягодицы, бедра, колени, икроножные мышцы, стопы ног, и еще глубокий вдох, на выдохе выпускаем корни через стопы, мы как бы заземляемся с матушкой землей, и призываем в свою жизнь двух ангелов, белого ангела и черного ангела, они сегодня будут присутствовать на нашей практике, и тот и другой находятся сзади, за нашими плечами, один с одной стороны, а другой с другой стороны, пожалуйста, попытайтесь разглядеть этих ангелов, у кого не получается, сведите закрытые глаза, как бы к переносице, скосив взгляд, и на выдохе, через точку третьего глаза, опуститесь вниз, вниз в себя голову, и насколько получится, через шейные позвонки вниз, и прочувствуйте присутствие двух ангелов, за вашими плечами, увидьте, пожалуйста, их форму, энергетическую ауру вокруг них, у каждого из них есть свой мешочек, как бы в котором они находятся, определите размеры этих мешков, сконцентрируйте внимание сначала на одном, а потом на другом. Запомнили? И в данный момент мы будем общаться с белым ангелом. Уделяем внимание ему, концентрируемся внутренним взглядом на нем и просим его про себя, так как белый ангел – это наш помощник, только в том случае, если мы его призываем. Когда мы его не зовем, он за нами только наблюдает. И мы просим его. Белый ангел, пожалуйста, помоги здесь и сейчас мне пообщаться с моим черным ангелом. «Пожалуйста, помоги мне сказать ему правильные слова, изъявить ясно мое желание и помоги, пожалуйста, чтобы он его исполнил». Прочувствуйте или увидьте, как отреагировал на эти слова белый ангел. Переносим внимание на черного ангела. И говорим ему, «Я знаю, дорогой мой ангел, что ты мне помогаешь в этой жизни. Я знаю, что ты меня направляешь, подталкиваешь и ставишь те проблемы, которые я должен решать в этой жизни. Я знаю, что ты мне как можешь, всеми моими силами помогаешь идти тем путем, который я иду. Но я решил, и я сейчас принимаю решение отказаться от твоей помощи. Я не собираюсь больше питать тебя своей энергией. «Я отказываюсь питать тебя своими негативными эмоциями, злостью, ненавистью, агрессией, ревностью, обидами, жалобами». Вы можете продолжить этот список в зависимости от того, что вы делаете в вашей жизни. Я отказываюсь совершать неправильные поступки и негативно реагировать моими мыслями на мои действия или на действия других людей. Я отказываюсь подпитывать тебя этой энергией, потому что она мне самому, самой нужна. Моя энергия моя. И я вправе решать, куда ее использовать. Я вправе решать, куда ее направлять. Я вправе управлять моей энергией. И понаблюдайте за ангелом, что с ним происходит. Переключите внимание на белого ангела. Поблагодарите его за помощь и еще больше призовите. «Пожалуйста, дай мне правильные слова для общения с черным ангелом». Смотрим, как реагирует ангел белый. Переключаю внимание на черного. И продолжаем. «Я больше не буду питать тебя моими негативными программами. Я отказываюсь от них. Я больше не буду подпитывать тебя моими старыми ложными убеждениями. Я освобождаюсь от них. Я освобождаюсь от всего тяжелого, старого и ненужного, что есть на всех моих энергетических тонких телах. Я забираю мои энергии из сегодняшнего дня использую их только для меня, для моих целей. И благодарю тебя, что ты мне позволяешь это делать. Я в любом случае тебя благодарю. И смотрим, что происходит с ангелом черным. А теперь поверните свое внимание к белому. Возможно, вы почувствуете, что своим крылом вас накрыл белый. Поблагодарите белого за поддержку в разговоре с черным ангелом. Попросите белого ангела о том, о чем вы больше всего мечтаете, но оно должно быть связано с чисткой, с очищением, не с каким-то материальным желанием. От чего вы хотите освободиться, от чего хотите освободиться больше всего на свете. Возможно, кто-то из вас знает, что препятствует ему в этой жизни. Сделайте глубокий вдох. На выдохе поверните голову в сторону. Еще раз глубокий вдох, приподнимите слегка плечи. На выдохе опустите и откройте глаза, садитесь. И, пожалуйста, ребята, напишите мне, каковы были ангелы в начале нашей небольшой короткой медитации и каковы они сейчас стали, после того, как вы с ними поговорили, как мы пообщались. Опишите смело то, что вы увидели. красивые ангелы с большими крыльями. они одинакового размера были Татьяна или кто это? Да, Татьяна. Насколько они были одинаковые или не одинаковые? ангелы ангелы поменьше. хорошо. Обязательно, ребята, регистрируйтесь, кто хочет записать, получить запись. Черный, вот, Танечка, вторая, которая, да, черный должен уменьшиться в размерах. То есть, если вы хорошо его просмотрели, если вы действительно смогли перед началом основной части расслабить ваше тело, не обязательно видеть, но прочувствовать вы могли. Значительно уменьшился и даже посветил. Ну, вот, видите, как правило, бывает именно так. То есть, черный со своей негативной энергией тот, который питается нашими энергиями. Я не буду называть другие слова, да, по поводу черного ангела. наверное, уже поняли, о ком я веду речь. Вот это те силы негативные, которые окружают любого из нас, которые присутствуют в нашей жизни. Ребята, куда бы мы ни поехали, ни жили, ни были, они есть. Эти силы всегда есть. Они присутствуют, они существуют, их нельзя игнорировать, они подсказывают нам, они направляют нас. Мы должны благодарить за каждую ошибку. Я уже говорила, да, ошибка – это опыт. Сразу заменяйте слово ошибка на опыт. Да, я приобрел опыт. Да, этот опыт мне показал, как себя в следующий раз вести или как делать. Белый, большой и высокий. Где-то два метра, а черный раза в три меньше. Да, да, вот именно так и случается. После практики темный ангел уменьшается, потому что вы сделали выбор в сторону белого ангела. Вы действительно, думаю, на эмоциональном, в том числе, уровне отказались от негативных эмоций, от мыслей. Вы попросили забрать все то, что съедало вашу энергию. Все то, от чего вы не были энергодостаточными, я бы сказала, полезными самому себе и полезными обществу, полезными другим людям. потому что если мы хотим получить машину, квартиру или еще что-то другое, именно материальное, ребята мои дорогие, мы должны понимать, что я готов отдать взамен на это. Если вы на сегодняшний день этого, к сожалению, не понимаете, вы не знаете, это говорит лишь о том, что вы не знаете себя, вы не знаете своего пути, вы не знаете, кто я такой, для чего я здесь, в каких энергиях я плаваю, почему у меня происходят эти ситуации и так далее. Если вы не знаете, но вдруг решили узнать, после сегодняшней нашей встречи, записывайтесь на консультацию и мы будем узнавать о том, кто вы и что вы. На консультации я использую вопрос методы разных, ну, разной технологии, да, они включают и нумерологию, они включают матрицу энергетическую или матрицу судьбы, которая четко и ясно показывает, по каким энергиям человек живет в этой жизни. Если он живет в минусах той или иной энергии, эти минусы надо в срочном порядке исправлять на плюсы. Тем более, что есть еще несколько предназначений, и в момент изменения предназначения существует критический возраст. Это 27-33 года, второй 40-42 года возраст, потом идет 60 плюс-минус и потом уже 80 плюс-минус. И это такие странные не очень хорошие переходы, толчки в одну и в другую сторону, когда телепает, телепает действительно по жизни. я думаю вы вспомните, что у вас произошло именно в этот период. И если все сдвинулось в лучшую сторону, значит вы стали на свой путь. Если вы не отреагировали на то телепание, не занялись собственным развитием и пониманием кто вы и что вы, к сожалению, начнутся с того момента убытки, потери и так далее. Я прочитаю ваше сообщение. Черный меньше у Лады стал. Да, так и должно быть. Регистрация, еще раз повторяю, для Светланы П. Регистрация, это если вы хотите, если вам действительно не все равно, вы хотите какой-то шаг сделать в познании себя, это как действие к тому, что вы действительно этого хотите. Оплата это ваш свободный выбор. Зарегистрировавшись, вы получите бесплатную практику, еще одну, там мы будем прокачиваться энергии неба и земли, которая от многих моментов в жизни негативных освобождает, но только будет выслана тем, кто зарегистрировался. Оплата Светлана, если вы хотите узнать чуть больше, если вы хотите изменить жизнь, если вы действительно решили получить те знания, которые хотели получить, если вам нравится тренер, вы настроены на меня, вам нравится та информация, которую я выкладываю и у вас есть доверие ко мне, на что я очень надеюсь, тогда, конечно, милости просим. Оплачивайте и будем обмениваться энергиями. У Ирины было ощущение вибрации в руках, а ангелы были разные, а черный самоуверенный, но потом сник, да? Ну, Ирочка, я думаю, вы поняли, да? Вот эта самоуверенность, она у вас присутствует. Это такой бич, это в энергетической матрице самоуверенности говорит цифра 15. Если она присутствует, там очень много негативных моментов, то есть минусов. и если он сник, вот попробуйте с сегодняшнего дня, с сегодняшнего вечера, начиная, у вас будет экзамен, да, в течение 24 часов, когда вы опять, то есть сложится ситуация, когда вы опять захотите быть самоуверенной, но, возможно, вы даже будете ею, да, у вас не получится сразу раз измениться, но вы поймете, что вы в этот момент самоуверенной, а осознанность это первый шаг к росту, когда мы уже понимаем, что мы делаем не так на уровне мысли. Таким образом, мы как бы смотрим на себя со стороны, то есть мы видим ту роль, которую мы играем, и мы осознаем, о, это же самоуверенность, или о, это же мои кармические числа, о, это же то слово, которое только что я отработала в технике по методу Хаббарта. Сначала это надо понять, и второй экзамен, когда вы уже отреагируете совершенно по-другому, а карма это именно те мысли, те поступки, те действия, которые были нам совершены в этой жизни, или в прошлое, не важно, или в нашем роду, тоже она записывается, и оно в какой-то степени отложилось на нашем энергоинформационном поле, оно есть, как на пластинке, оно записалось, и оно никуда не делось, его нужно корректировать, и прорабатывать потоками, мощными потоками энергии Земли, и энергиями неба, для того, чтобы быть проточными. Света, вот ваш вопрос вверху, ссылка, карма, нет, здесь ошибка по поводу дней, я предупреждала Валерия, что будет, карма будет 19 и 20 мая, поэтому у вас еще есть возможность оплатить для тех, кто действительно решил сделать конкретное действие. И вот мне, ну, это цена, конечно, ой, ребята, честно скажу, с Валерием очень долго обсуждали момент по поводу цены, я не даю никогда эти практики за такую цену, один мой день тренинга стоит 3000 рублей, так как я хотела дать больше, для получения больших знаний, особенно новую информацию, которая вот возникла, которая пришла через наших челленд, ой, через наших проводников, в последний год информацию о карме земли, мы соединили это в два дня, и я настаивала на 6000 рублях, просто настаивала, но к сожалению не согласилась со мной не Татьяна, а не ее помощник, ну так вот получилось, и мы сделали ну просто смешную цену, просто смешную, это 2600, за ту информацию, такого никогда у меня не было, так что записывайтесь, регистрируйте, и пожалуй я сделаю подарок тем, потому что я очень люблю тех людей, которые действуют сейчас, действуют сегодня, кто оплачивает в течение 24 часов тренинг карма людей третьего тысячелетия, я делаю маленькую консультацию 20-30 минутную, в которой даю какую-то практику, ну например на раскрытие энергетических каналов, то есть по запросу я определю, что там с человеком не так, уже после тренинга я об этом буду знать, и вот этот подарок мы связываемся уже после самого тренинга, после оплаты и в подарок решила все-таки вам преподнести такой маленький сюрприз, потому что обожаю людей, кто не только принимает быстрое решение, но кто действует, это о многом говорит, потому что такие люди много чего добьются и далеко пойдут, а для людей, кто все-таки решил консультацию заказать, я тоже сделаю подарок, так как на консультации мы отрабатываем конкретно вопросы, то есть я конкретно изменяю направление человека, я там не даю технику Хаббарда, о которой я сегодня говорила, но так как она является мощной, я ее буду давать на второй встрече, то есть делаю дополнительную встречу и уже бонусом даю технику Хаббарда для оплативших консультацию в течение 24 часов. Консультации мои стоят 90 евро, я не знаю какая цена выставлена, потому что мы тоже долго спорили в рублях, что Татьяна поставила, но там тоже какая-то цифра очень смешная получилась, я уже заранее сказала, что с Татьяной я соглашусь по поводу той цифры, какую она сама решит, вообще техники, тем более, которые на консультации даются, они потом используются в течение всей жизни человека, по надобности естественно. Ну и наверное еще такой я вам сюрприз сделаю, так как сегодня у меня очень многие записались, это сегодня третий вебинар, кстати, и две консультации, очень тяжелый день, извините, если я немножко у меня язык заплетается, что ребята взяли две программы и консультацию и тренинг для тех, кто все-таки решится на оплату и консультации и тренинга и оплатит это быстренько хотя бы одну в течение 24 часов, ну и вторую вот подтяните следующие 24 часов, я даю бесплатную вторую консультацию, то есть 90 евро это моя стабильная цена в подарок я вам дарю, я не знаю, Танечка, сколько, ну вы там выставили что-то там 50, 55 евро, насколько я помню, там 4, 4,5 тысячи, такое очень-очень смешное, но мы так вот, я иду на уступки, Татьяна, Татьяна делает презентацию мою для вас, поэтому для тех, кто решится выкупить в течение 48 часов две программы в подарок бонусом получает дополнительную полноценную двухчасовую консультацию, естественно там уже будут моменты разбираться и другой вопрос и другие техники, в моем портфельчике энергетических техник содержится где-то около 30, так что на любые случаи жизни они все работают, просто это зависит от того, насколько человек проточен, я это определяю и начинаем, если совсем не проточен, с элементарного и уже более с тяжелыми работаем. Так, сейчас я хотела самым нафтырным, как я говорю, рассказать про чиселки. Да? Помните, я говорила о том, что я расскажу о трех шестерочках. Записывайтесь, проходите по ссылке, оплачивайте, я буду очень рада вас видеть на тренинге и на консультациях. и сейчас буквально в двух словах, Татьяна, если вы еще здесь, дайте мне каким-то образом понять, что вы здесь, чтобы я понимала, потому что три шестерки, их не у всех есть, да? Давайте уже начнем меняться с сегодняшнего дня. Само слово спасибо, оно не несет в себе ни энергетической такой поддержки, оно пустое. Есть слово благодарю. Почему оно энергетически заряжено? Да потому что, когда вы говорите его, частичка этого блага, дарю, оно возвращается вам назад. Вы же вложили свое время, вы активно работали, свои усилия, написание вложили, вы думали, вы обменивались. В данном случае не в материальном плане, но на аналитическом уровне я вас прекрасно прочувствовала. Поэтому благодарю ребятам и всем основным, кто еще не привык, вот как Радомира написала, да? Посмотрите, как красиво она написала. Оно отдается старице, вот попробуйте на все, даже если вам что-то не нравится, особенно ребята, вспоминаем черного ангела, да? Благодарим его за все, что он для нас делает, за каждый поступок, нехороший, за каждую мысль нехорошую, за все мы его благодарим. Это его подсказки. Только с помощью боли, с помощью каких-то странных ситуаций мы можем откорректировать себя и свою жизнь. Это понятно. Начало тренинга планируется с 17.30 до 19.30. Я еще не вывела эту цифру. То есть максимально мы начнем в 19, даже в 19 по московскому времени. Но тренинг будет в записи, так что в любом случае, и там я буду проговаривать все числа, все. То есть не обязательно должна быть индивидуальная работа, но запись будет обязательно. Обязательно, но лучше зарегистрироваться сейчас и оплатить тоже в течение 24 часов, потому что бонусы просто шикарные. Сегодня я на 3 вебинара работаю, сегодня я раздаю ни вчера, ни вот я делала вебинар с подобной темой неделю назад, не давала я этих бонусов, ребята, не давала вообще. Кто хотел, проплачивал, кто не хотел, не проплачивал. Наверное, сегодня магическое число. Кстати, 16, кармическое. У кого там 16 день рождения? Ребята или родственники родились 16 числа? Это уже карма. Вот, благодарю. Вот это мне уже больше нравится. А, та же Татьяна, да? Танечка, а вам ко мне на тренинг? Если вы действительно хотите что-то изменить в своей жизни, но если вы не хотите, ну, сходите там на курсы кроя шитья, например, вам могу посоветовать. Там тоже есть информация, кстати, полезная. Но она не изменит жизнь, к сожалению. Но там тоже интересно. Там у меня вот подруга занимается обалденные вещи. Вышивает, кстати, она их продает. Вот, и получается это деньги. Хорошие деньги, должна сказать. так, три шестерки. Три шестерки, те, которые я увидела у Татьяны, они могут быть заложены еще в, у кого есть в дате рождения две, это тоже карма. Кстати, просто она чуть-чуть облегченная. Но они вычисляются еще с помощью дополнительных чисел. Мы сейчас этого делать не будем, но, как я и обещала, рассказываю про три шестерки. То есть у таких людей, как правило, на первом месте стоят проблемы со здоровьем. Причем это здоровье какое-то непонятное. Или хроническое, или одна болезнь заменяет другую, совершенно не связанная друг с другом. То есть постоянно на ровном месте происходят заболевания. Или одно, которое тянется, тянется, и сколько бы его не лечил, не вытаскивал себя с помощью лучших медикаментов, ничего не получается. Да, Валерий, благодарю. На втором месте у людей с кармой шесть состоят проблемы с деньгами. Но не в том плане, что денег каковых нет, хотя палка от двух концов, или денег совсем нет, или деньги теряются в плане краш, в плане инвестирования не в ту сторону, в плане вкладывания не в то дело и так далее. Сюда же относится предательство, то есть обворовывание и так далее. Причем предательство со стороны самых близких людей или близких друзей. То есть вот такая наглая шестерка у нас. Карма три шестерки к сожалению даже тюрьма. Может быть тюрьма. То есть тюрьма возникает из-за того, что человека подставили. Самая обыкновенная подстава. Он этого не делал, а в тюрьму посадили. И в моей практике был такой случай. Но девочка пришла поздно. она пришла обратилась и ее буквально через неделю посадили. Ну так получилось. Ну к сожалению. Там много очень проблем было. Она не отрабатывала свою карму. Она ее не чистила. Ничем не занималась в своей жизни. То есть скажем была очень недалекая. И ее действительно банковский работник. Ну просто ни за что. Просто так посадили. Но на сегодняшний день уже все решилось. Потому что я работаю с ее мамой. Очень усиленно настойчиво и под залог пришлось ребенка. Потому что это еще был ребенок выпустить. Еще три шестерки говорит о том что если человек не отработает свою карму в плане оставить пользу обществу или планете к сожалению не продвинется ни в деньгах ни в здоровье и так далее. то есть я уже если вы поняли начала говорить про отработку кармы. Если вы Татьяна вдруг не знаете что вам на сегодняшний день нужно найти себя причем не просто так найти себя и зарабатывать для себя деньги. Нет не проходит к сожалению. Вам нужно что-то оставить после своей жизни. Другими словами заплатить материалку то есть заработать эти деньги и подарить их. Но не как таковые деньги поймите меня правильно а что-то материальное дом построить да там 24-этажный как минимум создать проект этого дома и оставить его людям. То есть после вас должно что-то остаться людям на этой планете. Ребятки я доступно объясняю вы понимаете о чем я говорю поставьте плюсики если это так. Я не вижу других цифр Татьяна уже третья или четвертая в сегодняшнем списке хотя я просила когда Танечки то если одна шестерка это минимально да это влияние кармы но оно минимум минимум шестерочки еще заложены не только в самой дате рождения в дополнительных числах если вы мне напишите полностью вашу дату я смогу сказать просто рождение в июне ни о чем то есть вы поняли да по поводу шестерок ну две я уже сказала да ой нет я не к той Татьяне обратилась да вот как у Татьяны да у нее уже три в самой дате рождения а что у вас Таня очень быстро уже исключение я этого не делаю конечно но уже исключение коль мы заговорили я сегодня ну совсем щедрая но я просто знаю что получу за это отдачу сейчас попробую быстро очень быстро если после меня Валерия никого после меня нет если нет поставьте минус если есть поставьте плюс и я буду знать о том что нужно заканчивать да есть есть у вас третья шестерка Таня вторая которая есть третья шестерка та же самая карма относится к вам кстати у меня еще не было людей с Татьяной надо само имя продиагностировать может быть ваше имя тоже какое-то кармическое но вам Татьяном вот этим двум конкретным прямая дорога ко мне на тренинг вторая Татьяна если я не ошибаюсь сейчас секундочку у вас кажется четвертая шестерка есть это очень сложная сейчас чтобы я не была голословной кажется я сказала я не сказала да нет нету нет нету четвертой есть только три свечка но пока у вас одна я не буду разбирать сейчас высчитывать это все-таки время и меня неправильно поймут другие участники потому что они тоже захотят и одна и вторая Татьяна они были очень активными на встрече они обменивались со мной энергией отвечали на вопросы активно участвовали в нашем разговоре в общении и вот как благодарность им я такой маленький подарок делала тем более если кто-то меня слышал желание рассказать о шестерке оно появилось непосредственно за пять минут до вот этого вебинара было желание но я не имею права по кармическим законам вы их не знаете просто я не имею права этого делать если никого нет с шестерками и как манна небесная появилась одна Татьяна в начале в самом начале причем она и написала эту шестерку вот и вторая Татьяна такие моменты я расшифровка цифр она более длительная я вам очень-очень коротко рассказала по поводу шестерок на благо Татьяна пользуйтесь знаниями записывайтесь ко мне на тренинг я буду вас очень ждать вот если вы запишетесь чтобы отличиться такими же буквами потом пропишитесь чтобы я вас отличила от других на тренинге потому что будет много разных девочек и мальчиков так что с удовольствием вас жду еще раз внимательно прочитайте информацию по ссылкам которые передает Татьяна другая Татьяна организатор наш если вас проберет если вы ощутите действительно что вам это нужно необходимо не только записывайтесь но и приобретайте эти продукты потому что по такой цене вы их нигде не найдете тем более два дня тренинга это подарок просто подарок но в виде исключения мы решили сегодня для вас его сделать если нет вопросов если есть вопросы задавайте я поотвечаю и мы будем с вами прощаться чтобы не задерживать время других людей которые хотят иметь желание сейчас оплатить хотят зарегистрироваться и проговорить моменты по поводу оплаты как Татьяна зарегистрировалась да обалдеть ну да тройка ну я рада я рада Лалерий за эту информацию замечательно тройка не кармическое число Татьяна это 3 а Радомир уже Радомира просчитала по буквам да то есть в алфавитном что Татьяна это число 3 хорошо ну тогда Радомира просчитайте и Татьяна на английском варианте потому что у нас есть девочка с английскими буквами всегда считается если у нее вот я обращаюсь к Татьяне которая латиницей написала свое имя если вы с документами прожили с этими документами таким именем как вы написали более 7 лет и там кармическое число то оно у вас просто появилось автоматически в жизни да то есть карму вы отрабатываете на чужой территории ну как это у меня получилось скажем так да я переделала свои документы но я не живу еще больше 7 лет и я ее начала еще не имея ее уже отрабатывать а другую карму о которой я вам раньше говорила которая у меня в дате рождения заложена вот я ее проверяла проверяла практика реинкарнации углубляясь в свою прошлую жизнь и просматривая что у меня там произошло по какой причине у меня именно это число и почему я должна его отработать реинкарнации я не занимаюсь хотя можно это сделать это совершенно легко без без последствий особых кто этого не знает кто не готов лучше не делать но кто готов тогда только после тренинга после кармического тренинга когда вы будете уже насыщены кармическими знаниями тогда можно делать реинкарнации тоже чувствуете энергии да замечательно две даты рождения две даты рождения это не очень есть хорошо по непонятным причинам то есть в паспорте стоит одна а в этом другая да естественно число жизненного пути у вас будет другое дополнительное число у вас будет другое но здесь Марина скорее всего на индивидуалку я не могу сейчас точно сказать 20 и 23 это не кармическое остальное все надо высчитывать наша карма заложена во многих местах и в дополнительных там и в числе рождения я проговариваю эти моменты из какого я города в данный момент я нахожусь в Италии а вообще я из Киева но последние три года я живу в Италии по документам с латиницей но еще не 7 лет намного меньше так получилось ребята вопросов больше нет понравилась вам та информация которую вы получили сегодня получили ли вы ответы хоть в какой-то степени на тот запрос который вы выставляли в самом начале ребята мои дорогие индивидуальная консультация ну я думаю на слайде там выложена эта информация в скайпе я ее провожу но перед этим я от вас получаю ваши даты рождения и рассчитываю матрицы то есть я подвожу те параметры которые меня интересуют я на вас настраиваюсь энергетически и назначаю день и когда мы встречаемся в скайпе мы уже обговариваем начинаем ту проблему которая вас интересует и мы захватываем все подноготную всю вот эту грязь откуда она происходила и как минимум я даю две если получится три практики уже на первой консультации от которых уже у вас пойдет и энергия по телу и понимание многих вещей например ментально освобождаются люди потому что если вы слышали я даю практику вайвейшен от нее ментальное из угла подсознание выходит наверх за 10 минут буквально ощущение непонимания той или иной ситуации почему это произошло но естественно я говорю о кармических числах но не но очень вскользь мы работаем с проблемой и с практиками с отработкой эмоций с чисткой всех энергетических тонких тел я ответила на ваш вопрос Оля да Марина запись конечно будет но если вы смогли зарегистрироваться как минимум зарегистрироваться по одной из этих ссылок вы получите подарок это еще одну практику чтобы вы ощутили энергию которую я передаю с помощью своих практик хотя она передается и в момент общения обыкновенного но больше все-таки через практики потому что тело это единственный проводник нас с нашим духом кстати вот вторую консультацию которую я даю полную да я там учу людей соединяться со своим духом вот у меня буквально несколько дней назад была девочка которая видела картинки которая могла предсказывать будущее когда которая ну все там она делала но она не понимала почему это делает вот я объяснила почему это делает дар божий у нее есть такие об этом говорят какие-то числа и научила ее получать прямые ответы от духа она была просто в шоке ну и она мне очень щедрый подарок сделала после этого потому что когда она попробовала это на своей жизни в течение нескольких дней потом это такая благодарность была материальный подарок естественно я не знала как отблагодарить обмен энергиями он всегда происходит вот и решила по своему желанию такое преподнести мне я очень была довольна потому что я давно об этом мечтала но не давно там буквально несколько недель всего на всего желание это исполняется я хочу чтобы они у вас исполнялись я хочу чтобы ваша жизнь была более насыщенной более светлой и как результат более легкой оторвитесь от земли слегка да но не в плане такого духовность да я не прошу улетать в духовность я прошу вас проходить по жизни по тем ситуациям которые случаются легко без напряжения с улыбкой принимая все что вам дается с пониманием того что вам это дается черным ангелом вам это надо отработать пройти получить как опыт и идти дальше развивать себя общаться со своим духом и быть в потоке ребята быть в потоке это самое главное Татьяна пишет что получила ответ на вопрос не получается чувствовать с чего начать ну приходите на консультацию Светлана П у вас получится с чего начать там есть задачи инструменты и я вам расскажу Елена Светлана Татьяна ну ты Татьяна понятно ой ребята число 5 это мое число жизненного пути замечательно заказ на тренинг а еще 5 человек на консультацию я надеюсь сделаю повторяю что для тех кто оплачивает 2 программы в течение 48 часов бонус вторая консультация вторая встреча для тех кто в течение одного дня то есть 24 часа до завтрашнего вечера оплачивает консультацию я дарю вторую маленькую встречу с техникой Хабберта из кармического тренинга а для тех кто тренинг оплачивает я дарю маленькую консультацию маленькую технику по отработке эмоций из консультации то есть взаимообмен у вас будет поэтому вы не только ничего не теряете но и приобретаете а если посмотреть на цены которые здесь написаны это дар божий ребята я вас обнимаю целую всего вам доброго свет и любовь и до новых встреч и вас поздравляю Валерий я всех поздравляю и люблю свет и любовь как меня слышно давайте поставим в чате десяточки если хорошо слышно как